всем привет меня зовут артем это канал тут rcg это видео на тему анонса этого канала то есть что будет дальше я сам как бы не люблю неопределенность и набралось некое количество подписчиков на этом канале не хочу им рассказать как бы почему 25 июля последним публикация уроков было и затем можно сказать вообще не было уроков а были публикации видео про каких-то персонажей для фейсфига и в чем собственно дело ведь раньше до этого я делал исключительно только уроки те кто внимательно смотрел этот канал наверняка помнит что если уж не в каждом видео то через одно видео примерно я все время говорил мне не позволяет мои системные требования то есть у меня i3 процессор старенький видеокарта gtx 1050 все старое поэтому я бы мог использовать другие программы или там сделать что-то более масштабное но системных требований мне не хватало эти фразы как бы и мне надоели и в принципе вести канал по компьютерной графике когда у тебя старый компьютер это конечно же полный бред но в принципе мне бы этих системных требований еще бы хватило примерно на пару лет свободно использовать те программы которые я использовал на тот момент то есть эта программа 2018 года разумеется я мог бы найти искать средства как-то обновить этот компьютер но дело в том что наверное у каждого из нас есть свои заморочки свои принципы которые мы пытаемся соблюдать и дело в том что мои принципы в том если вы просто играете на компьютере и компьютер для вас лишь для игр каких-то то в принципе здесь нет ничего такого если вы сами со своей кровные деньги заработанные на работе обновите этот компьютер но если вы используете компьютер исключительно для работы например в 3d редакторах автодеск мая там или для игровых движков то есть вы практически не играете на этом компьютере а именно что работаете и собственно мой принцип заключается в том что если вы работаете на компьютере то вы должны заработать на обновление этого компьютера в том случае если он устарел то есть для меня совершенно глупо если вы работаете на компьютере но обновляете его железо за счет своего кармана на какой-то другой работе там если вы работаете на заводе или еще где-то да то это совершенно тупо это значит вы не работаете на этом компьютере а просто как бы это у вас хобби такое небольшое так вот где-то с 15 года я подумал что если я работаю на компьютере значит я должен сам заработать на обновление этого компьютера те года еще youtube выплачивал по 5 долларов я купил за где-то за три месяца накопил купил мышку и клавиатуру вроде ли только мышку я точно не помню но где-то есть видео вроде я только мышку купил там что-то за 500 рублей или что-то типа этого так вот получается что сам компьютер помощью меня разумеется заработал на эту мышку то есть youtube выплатил деньги я купил мышку именно поэтому вот все эти пять лет принципе были там какие-то копейки но этого конечно же не хватало чтоб обновить железо все мы знаем что сейчас цены там просто заоблачная одна видеокарта более 20 тысяч примерно столько же процессор и чуть дешевле разумеется оперативка и все прочее и вот примерно в августе этого года поступил заказ и сделать курс по автодеск майя базовые знания там затронуты основные функции этой программы моделирования интерфейс и все прочее получилось более 20 уроков и в общем то получилось заработать около 20 тысяч плюс выполнял заказы по персонажке фейсрик то есть мне писали в telegram просили сделать там персонажку я я им дел и они там платили примерно там около двух тысяч там тысяча полторы две примерно так по большей части персонажи были готовы надо было только сделать риг и импорт фейсрик и вот подведя итоги в общем за август получилось 25 тысяч ну и разумеется раз уж эти деньги были заработаны именно на этом компьютере то я и решил их как бы пустить на обновление компьютера потому что в принципе пора уже было его обновлять а и 3 уже совсем слабенький процессор не вывозил до 15 года он был еще нормально но прошло уже много лет и в общем то я начал искать что купить как это все покупать предыдущее обновление системного блока я делал более пяти или шести даже лет назад особо не вникая в этот процесс но в этот раз я полностью прям в них процесс потому что все эти детали взаимосвязаны материнская плата надо определенные соки для процессора цена процессора и цена видеокарты сопоставить чтобы по мощности если очень мощный процессора видеокарта не вывозит как бы смысла в этом очень мало и разумеется все эти детали должны быть взаимосвязаны по мощности и всему прочему плюс у меня ограниченный бюджет и разумеется 25000 это очень маленькая сумма для того чтобы обновить системный блок хотя бы видеокарту процессор оперативку и материнскую плату соответственно потому что та материнская плата которая стояла разумеется я не мог ее использовать для новых процессоров а покупать старый i3 в этом смысла совершенно нет потому что у меня и так был i3 процессор ну и в общем то где-то дня два или три даже потратил на то чтобы подобрать все эти детали и вот если мы откроем в общем то я начал покупать детали именно в этом магазине это никакая не реклама мне разумеется никто не платит за это во первых потому что канал то 200 300 просмотров на видео смысл покупать рекламу так что это чисто мой совет но опять же надо быть внимательным сеть магазинов dns очень огромная поэтому они могут последить разумеется за каждым прям продавцом то что он делает ходят слухи что не именно в dns а вообще магазины которые торгуют подобными товарами иногда делают где-то в подвальчике самого магазина прям ферму из видеокарт и майне там криптовалюту в общем получается видеокарты в общем в работе а потом они если приходит заказ то они продают как новые опять же не говорю это именно про dns а про магазины в принципе некоторые бывают такие вот недобросовестные сотрудники пытаются дополнительно пассивный заработок в общем сделать себе так вот мой выбор остался именно вот на этой материнской плате я это все рассказываю принципе то что я обновлял и так далее все это я делал только для того чтобы затем использовать все эти системные требования для компьютерной графики то есть использовать более новые программы более какие-то мощные сцены создавать где можно использовать больший полигонаж то есть ранее я был ограничен именно полигонажем в 3d программах более комфортно работать в игровых движках потому что они тоже ресурсозависимые так вот я выбрал именно эту материнскую плату из-за того что на данный момент у нее самый наверное распространенный сокет и которого хватит принципе на ближайшие несколько лет при покупке материнской платы очень важно именно учитывать сокет для процессора если вы купите какую-то материнскую плату десятого года двенадцатого то скорее всего сокет будет соответственно и выборе процессоров у вас будет конечно ограничение потому что не каждый процессор подойдет по тот сокет на котором будет работать это материнская плата в общем-то я не какой-то эксперт по железу и в общем-то сталкиваюсь с этим только примерно раз в 5 или 6 лет когда надо обновить железо это мое третье обновление обновляя каждые примерно как я говорил 6 лет помимо сокета разумеется еще нужно учитывать количество слотов памяти зачастую бывает всего лишь два и в принципе двух более чем достаточно если вы будете покупать оперативную память с умом я взял именно вот эту hyper x fury на 16 гигабайт многие скажут что это о зачем на 16 лучше брать плашки по 8 потому что две плашки по 8 более чем хватает на данный момент но дело в том то что оперативную память меняет очень редко то есть ваши видеокарты процессор гораздо быстрее устареет и вам понадобятся новые эти детали для того чтобы ваш компьютер соответствовал нынешнему времени но дело в том то что оперативная память она как бы очень важна в компьютере но и и обновлять не так часто если вы купите плашки по 8 гигабайт вот именно в данное время то если у вас два слота на материнской плате то максимум у вас получится 16 гигабайт то есть две плашки по 8 разумеется через года там два три может быть 4 16 гигабайт будет довольно таки мало вы обновите все остальное железо и вас будет тянуть вниз именно оперативная память в этом случае вам надо будет эти две плашки по 8 выдернуть из материнки и затем их продавать либо складировать у себя просто выкинуть куда-то я не знаю потому что они либо никому не будут нужны либо продадите их очень дешево и так вот чтобы не тратить много денег на эту оперативную память и каждые пять лет не обновлять я не то что рекомендую а вот именно в моем случае я купил сразу 16 гигабайт это при том что на материнской плате 4 слота для оперативки и весь смысл в том то что взяв всего лишь две плашки по 16 гигабайт в сумме у вас получается 32 и в принципе вы лет на пять вперед наверное если даже не больше можете просто закрыть этот вопрос по оперативной памяти но в то же время если вдруг там лет через пять или сколько-то уже 32 гигабайта будет не очень тянуть то разумеется вы можете просто еще одну плашку купить но проблема опять же в том то что будут ли эти плашки в наличии через пять лет опять же заказывайте можно будет ли их купить если их купить нельзя то в принципе аналогичные по количеству памяти и по основным характеристикам можно купить такие же если не получится прям купите именно эту фирму разумеется все плашки оперативной памяти должны быть на одинаковое количество гигабайт и типу памяти принципе разумеется у вас по-другому не получится вот тип памяти ddr4 вы не сможете там использовать ddr3 и ddr4 потому что эти слоты все одинаковые разумеется смысл оперативной памяти в 16 гигабайт в том что вы как бы практически не ограничены в количестве оперативной памяти потому что 4 слота по 16 гигабайт это 64 гигабайт оперативной памяти я думаю лет еще так 7 или 8 даже это будет очень много так что с этим никаких проблем но в то же время если вы купите плашки по 8 то разумеется 4 плашки то будет у вас максимум 32 гигабайта именно поэтому я взял именно по 16 и советую вам чтобы экономить в принципе покупайте уже сейчас лучшие плашки по 16 гигабайт и опять же если вы не хотите покупать 32 гигабайта то вы купите всего лишь одну плашку вставьте ее во второй слот здесь вот 4 слота получается слева 2 именно в этот слот вставляется они как бы вставляется через один слот вставляете и у вас одна плашка на 16 гигабайт и в любой момент когда вдруг вам не будет хватать оперативки вы купите еще одну плашку у вас будет уже целых 32 гигабайта в общем времена меняются раньше плашки по 2 гигабайта по одному покупали самые ходовые я думаю скоро уже и даже сейчас самые ходовые основные плашки будут именно по 16 гигабайт так что если вы решитесь сейчас обновлять компьютер то я вам рекомендую 16 фирму можете выбрать какую угодно мне вот понравился именно kingstone потому что у меня и флешки этой фирмы и ssd шник тоже kingstone не знаю почему просто нравится эта фирма и все затем одна из самых главных деталей в компьютере это разумеется процессор опять же i7 стоит очень дорого где-то около 30 тысяч и принципе тратить такую сумму на i7 на супер процессор я думаю совершенно нет смысла потому что сейчас он стоит 30 через месяц 29 а через два-три года он будет также 16 поэтому я думаю надо процессор покупать просто в диапазоне 20 тысяч это будет более чем достаточно то есть это будет не просто средний какой-то процессор а такой довольно таки мощный опять же не советую брать что материнскую плату что процессор старого какого-то образца то есть год релиза должен быть примерно плюс минус два года плюс конечно не бывает то есть вы не сможете купить на 2002 то есть и получается разбег в два года более двух лет я думаю вообще не стоит покупать ни материнскую плату не процессор не видеокарту так вот я выбрал именно этот процессор intercore i5 потому что сам процессор очень зависит от видеокарты они работают как бы связки и дополнительной мощью разумеется является оперативная память в моем случае это составило 32 гигабайта и весь вопрос стоял в том какой именно процессор брать чтобы хватило как бы на видеокарту потому что если я куплю там довольно таки мощный процессор но видеокарту придется брать более дешевую то разумеется в этом вообще нет смысла ваш компьютер не будет работать на полной мощности если один из этих элементов будет слабым поэтому я сбалансировал как бы видеокарту и процессор получился i5 9 поколение intel 2019 год релиза socket разумеется под мою материнскую плату вот этом в общем то на данный момент и если вы опять же хотите обновлять компьютер то я думаю вот этот процессор самое то что нужно по цене и мощностям опять же при покупке процессора я рекомендую вам помимо основных характеристик это количество ядер и максимальное число потока обращать еще на кэш и разумеется есть одна такая вот особенность не знаю насчет райзена вообще как бы вот сколько раз обновлял компьютер никогда не использовал amd так вот при покупке процессора и вам стоит еще обратить внимание на графическое ядро в этом процессоре его нет и вы экономите на цене этого процессора за счет отсутствия графического ядра графическое ядро это встроенная видеокарта в сам процессор по большей части сейчас конечно они уже более-менее мощные если вы собираете компьютер для офиса то разумеется вы можете не покупать в этом случае видеокарту но если у вас будет дискретная видеокарта то зачем вам графическое ядро опять же если у вас пять мониторов то конечно возможно вам оно и пригодится но по большей части я думаю максимум большинство использует два монитора как и я даже если у вас три монитора то практически все видеокарты поддерживает три монитора в этом случае совершенно не вижу смысла в графическом ядре опять же есть видеокарта накроется можно временно вставить старую наверняка те кто не раз обновляли систему у них валяется где-то старая видеокарта и и более чем достаточно чтобы вывести информацию на монитор поэтому просто мой как бы совет экономьте на графическом ядре и за счет этого за ту же цену принципе возможно у вас получится купить чуть больше ядер на процессоре либо следующее поколение по большей части многие покупают процессоры даже не задумываясь что такое графическое ядро устанавливает его и затем втыкают и видеокарту так работают там много лет и даже не догадываются что в принципе можно мониторы подключить и к саму материнку и они будут работать то есть на материнке по умолчанию есть входы вот эти два они работают если у вас на процессоре будет графическое ядро в общем таким образом я остановился именно на i5-9600KF еще один плюс этого процессора в том то что его можно разгонять то есть префикс kf означает что с помощью определенных программ и возможностей вы можете поднять или изменить частоту процессора тем самым как бы сделать его немного мощнее вот здесь внизу есть технологии виртуализации повышение частоты в общем то разгонять что-либо видеокарту либо процессор разумеется надо аккуратно и только в том случае если вы понимаете что вы делаете иначе может что-то сломаться нагреться перегреться и либо сократиться срок работоспособности этого элемента либо он вовсе выйдет из строя и придется его либо ремонтировать либо покупать новый поэтому разгонять разумеется я пока что ничего не собираюсь потому что этих системных требований более чем достаточно и возможно чуть позже вникнув в эту тему я попробую немного повысить работоспособность процессора и видеокарты а что по поводу оперативной памяти то в самом bios там есть xmp профиль который настраивает эту оперативную память и согласно заводским настройкам разумеется вы можете их изменить но в принципе я не стал ничего менять и просто активировал этот профиль который оптимизировал работу оперативной памяти если вы только собираетесь покупать компьютер либо только купили то не забудьте про эту возможность опять же это возможность есть не прям у каждой оперативной памяти возможно у каких-то старых она отсутствует, но если вы брали оперативку не так давно и она не очень дешевая, то возможно у нее также есть эта функция и не забудьте ее активировать, потому что она активируется именно что вручную по умолчанию она выключена. Ну и следующий элемент настолько же важный, как и сам процессор, это конечно же видеокарта. Это получается самый дорогой элемент в компьютере, то есть даже сам процессор у меня стоит всего 16 тысяч, в то время как видеокарта целых 24 тысячи можно сказать. Опять же напомню вам, что я не какой-то эксперт по железкам и сталкиваюсь с этим довольно-таки редко, но когда сталкиваюсь, начинаю эту тему активно прям изучать и смотреть, чтобы купить именно то, что нужно. И на данный момент я в принципе не рекомендую вам покупать видеокарты с одним кулером при том, что если это довольно-таки мощная карта, как минимум на 6 гигабайт есть такие видеокарты на 6 гигабайт, но там один кулер во-первых, этот один кулер будет не так хорошо охлаждать эту видеокарту. Не во всех разумеется случаях необходимо прям 3 кулера, но один кулер, я думаю, этого очень мало и ваша видеокарта будет постоянно греться и соответственно, когда температура видеокарты будет доходить до критической, она либо выключится, либо уменьшатся ее системные возможности. То есть игры у вас как бы либо будут фризиться, либо тормозить, либо вообще черный экран просто появится. Поэтому я думаю, на данный момент современные видеокарты в принципе с одним кулером, я думаю, не стоит покупать. Есть такие видеокарты референсные, которые делают именно сами разработчики этих видеокарт. Это происходит не так часто, разумеется. В основном производством видеокарт занимаются довольно-таки известные фирмы, типа гигабайт. И они производят эти видеокарты. То есть, если бы это была референсная карта от производителя, то скорее всего здесь был бы какой-нибудь маленький такой вентилятор. И многие говорят, что в принципе референсные карты, они поддерживают высокие температуры. И именно поэтому одного вентилятора там хватает. Но если у вас карта не референсная, а простая, обычная, выпущенная какой-то известной фирмой, то разумеется, я рекомендую вам минимум два вентилятора. Все зависит от того, сколько там памяти, насколько сильно там греется чипсет. И разумеется, если температуры не такие высокие, то возможно даже и одного вентилятора вам хватит. Но опять же, у современных видеокарт, у современных в смысле мощных, то я думаю, надо брать минимум два вентилятора. Именно вот эта карта, это такой переходящий сегмент из средних карт, которые более-менее такие среднячковые, высокий сегмент. То есть, эта видеокарта не прям такая супер мощная, но и уже не средненькая. Если мы посмотрим опять же на характеристики, на данный момент 6 гигабайт более чем достаточно, потому что большинство игр, в принципе, им хватит и четырех, я думаю, шесть тем более. Но, разумеется, всегда есть супер игры, которые очень требовательные, очень масштабные. И для них, разумеется, нужна какая-то сверх видеокарта. Но опять же, я компьютер собирал не для того, чтобы в игрушки играть, а для того, чтобы комфортно работать во всевозможных программах. И 6 гигабайт более чем достаточно. Дата выхода 2019 год. В принципе, вот сейчас со дня на день, или может там через несколько месяцев, выйдет что-то новое, уже 2020 года. Но ждать несколько месяцев, новый релиз какой-то, который не факт, что будет как раз тем, что мне нужно. Поэтому я брал то, что было на данный момент. При покупке видеокарты, разумеется, обращайте внимание на видеоразъемы. DisplayPort, я думаю, самый лучший выбор для подключения нескольких мониторов. HDMI больше подойдет для телевизора. Получается, здесь 4 порта. У меня всего 2 монитора и оба подключены в DisplayPort. Разрешение, конечно, тут сумасшедшее. 7680, это очень большое. У меня мониторы обычные Full HD 1920 на 1080. Ну и помимо видеокарт, процессоров, оперативной памяти, материнской платы, разумеется, не надо забывать про блок питания и самого охлаждения системного блока, то есть самого корпуса. Это тоже очень важный фактор. Поэтому, как только вы определились с процессором и видеокартой, то, разумеется, подумайте об оперативке и в конце задумайтесь, какой блок питания подойдет для всего этого. Опять же, 500-600 ватт и блок питания, я думаю, более чем достаточно для подобной системы. В общем-то, таким вот образом, заработав 25 тысяч примерно чуть больше месяца, где-то дней 35, я вложил еще 25 тысяч и тем самым, потратив 50 тысяч, я обновил свое железо. Именно для того, чтобы работать комфортно и не задумываться, потянет или не потянет ту или иную программу. Разумеется, системные требования открывают больше возможностей, как в плане развития, то, чем вы занимаетесь на компьютере, так и в плане комфорта. Ну, по большей части, мне пришлось обновлять железо, потому что оно уже совсем старое было и не особо тянуло множество программ. Как я говорил ранее, у всех у нас есть свои принципы. Так вот, 25 я потратил и 25 мне нужно как бы отбить теперь, чтобы все это железо как бы окупилось, так как я на этом железе играю довольно-таки мало и по большей части работаю. Именно поэтому я и создал магазинчик для FaceRig. Я понял, что это может принести пассивный доход, то есть магазинчик существует, там что-то продается, покупается и капает на счет. Поэтому сейчас, вот в последнее особенно время, я активно стал публиковать видео по продаже персонажки. Опять же, все это я делаю не просто так, потому что необходимо отбить те 25 тысяч и выйти хотя бы в нули. Именно поэтому сейчас некоторое время, может месяц, может больше, я буду создавать всевозможные персонажи для того, чтобы наполнить магазин FaceRig персонажем. Вот так он сейчас выглядит. Опять же, смотрел тему по созданию своих сайтов, определился с конструктором сайтов, это будет WordPress. Уже даже пробовал создавать на нем сайты. Опять же, нужно покупать домен и хостинг. Хостинг стоит 300 рублей в месяц, а домен около 200 в год, то есть 500 рублей. Но чтобы все было по-взрослому, магазин полноценно работал, необходимо онлайн-кассу. Я решил подключать Яндекс кассу. В моем случае это более чем удобно, но там есть форма, которая стоит 1000 рублей. Итого получается полторы тысячи. Сейчас на счету, разумеется, денег довольно-таки мало и жду, в общем, первых продаж. Буду наполнять этот магазин персонажами для того, чтобы он хоть как-то функционировал. И, в принципе, благодаря вот этому магазину и будет существовать сам канал TutorCG. Потому что сейчас этот канал совершенно никак не приносит никакой прибыли. Он нулевой. То есть мне не донатит за эти уроки. Хоть я и потратил время, представляете, на каждое вот это вот видео, которое идет целых 25-30 минут. Даже один курс по Unigine, это очень время затратное. И эти видео не принесли мне совершенно никаких доходов. То есть YouTube мне не капает даже проценты. Потому что канал не монетизирован. Те, кто смотрит канал, конечно же, мне нравится то, что они благодарят. Там говорят, о, спасибо, помог. Когда благодарят, это, конечно, очень нравится. Приятно, когда делаешь что-то полезное. Но, опять же, если это не приносит дохода, то смысла в этом совсем мало. И, по сути, чтобы этот канал как-то смог существовать, я и сделал магазин FaceRig. Именно поэтому, когда вы покупаете какой-либо персонаж из этого магазина, вы, можно сказать, занимаетесь немного благотворительностью. То есть вы помогаете этому каналу существовать. Так как, если канал не будет приносить доходы и магазин, то придется заняться какой-либо деятельностью, которая совершенно не связана ни с YouTube, ни с магазинами. И, разумеется, канал просто потухнет. Если примерно год или более, я не буду выкладывать никаких совершенно видео. И чтобы поддерживать этот канал хоть как-то на плаву и делать в будущем, опять же, уроки, тутеры, курсы или еще что-то, связанное с обучением компьютерной графики, необходимо, как минимум, какой-то пассивный доход. И, вот, некоторым не нравится то, что я выкладываю видео про персонажа. Они ждут уроков по каким-либо программам. Там, Maya или по игровым движкам, Unreal Engine, Unijine. Им надо просто понимать, что, раз уж канал не приносит доход, то надо искать заработок на стороне. И, в принципе, я думаю, если в этом магазине будет 100-150 персонажей, то, возможно, пойдут какие-либо продажи. Но, опять же, пока что этот магазин существует в ВК, также есть сайтик. Но, чтобы сделать свой сайтик полноценный, как бы, надо покупать домен и хостинг, на это все нужные средства. И необходимо несколько продаж, чтобы стартовать. Плюс, как минимум, в месяц должна быть одна покупка, чтобы оплатить хотя бы домен 300 рублей. Если будет ноль покупок, то оплата домена будет в минус уходить. И, опять же, в этом магазине не будет никакого смысла. В связи с этим, чтобы продавать уверенно, каждый месяц хотя бы по несколько персонажей. Во-первых, нужно расширять магазин, делать больше персонажей. И, я думаю, минимальное количество это хотя бы 50. Сейчас здесь, как мы видим, их 11. Это совсем мало. В общем, буду компоновать, собирать и делать каких-либо персонажей. Помимо этого, разумеется, любой желающий может просто заказать персонажа, сделать, найти его в интернете, где-то скачать, либо я помогу найти, скачать. И также сделать персонажа конкретно для какого-то человека. При заказе персонажа, и у вас есть выбор, если он будет публиковаться в магазине, то будет скидка, например, не полторы тысячи, а тысяча или тысяча двести он будет стоить. А если вы против того, чтобы он публиковался в магазине, то полная цена полторы тысячи примерно. Некоторые пользователи, единицы, просто отказываются, говорят, нет, я хочу, чтобы только у меня был персонаж. Ну и, разумеется, этих персонажей в этом списке нет и не будет, потому что покупатель решил, что он хочет единолично владеть этим персонажем. Самый первый персонаж я сделал Леон, тогда вообще не было никаких планов, то есть скидок, будет скидка, не будет скидка. Вот эти три я сделал по порядку, подумал, что они будут пользоваться спросом. Тоже детские игры, огромный сегмент, много людей играет. И сейчас у этого магазина есть как бы две большие проблемы. Разумеется, сложно назвать полноценным магазином, который сделан в ВК. Да, возможно, некоторых устроит, но все-таки я хочу сделать свой сайтик, тем более, что уже примерно знаю, как все это работает. Но это не основная проблема. А основная проблема – это трафик. Разумеется, без трафика онлайн-магазин, в нем вообще нет смысла. Трафик – это посещаемость, то есть сколько людей знает про этот магазин, сколько людей заходило и сколько смотрело. Если это буквально десятки тысяч или хотя бы там пять-семь тысяч человек, то вероятность того, что кто-то купит, разумеется, возрастает, нежели когда ваш магазин посещает там сто человек в день. Именно поэтому я хочу сделать свой сайт, SEO-оптимизацию провести, вывести его в поисковики, чтобы он выдавался корректно по запросам. И, в общем-то, так как я буду подключать Яндекс.Кассу, разумеется, буду являться налогоплательщиком, самозанятым. То есть это уже все будет по-серьезному. И в связи с этим, разумеется, открываются более большие перспективы по развитию онлайн-магазина. Также планирую сделать раздел в магазине 3D-модели, чтобы не платить на стоках бешеный процент. Если сайт будет развиваться, то, разумеется, проще продавать и создавать свои 3D-модели на своем сайте. Чтобы запустить сайт, разумеется, необходимы продажи. И сейчас, в принципе, персонажей не так много и жду первой продажи, в общем, для того, чтобы запустить уже полноценный сайт, который будет уже функционировать, как любой другой полноценный онлайн-магазин. И как только сайт будет создан, на нем будет достаточное количество персонажей, можно немного расслабиться и заняться каналом ТутерСиДжи. Опять делать свои уроки и плюс к этому, там, пару раз в неделю добавлять 2-3 персонажа в свой магазин, чтобы он не стоял на месте и тоже развивался. Тем самым, как вы понимаете, наверное, уже канал напрямую зависит от продаж в этом магазине. И что по поводу этого канала, какие именно будут уроки и по каким программам. Планируется сделать один канал именно на английском сегменте, потому что на ру-сегменте YouTube, в принципе, заработок минимальный и смысла в этом очень мало. Я не раз говорил, что именно английские каналы делают доход и, в принципе, есть смысл зарабатывать, на YouTube только на английском сегменте. В связи с этим будет создан канал именно под английский сегмент и там будут публиковаться 3D-мультики на всевозможную тематику. В основном, конечно, на взрослую. Делать детский канал совершенно нет смысла, так как он не приносит доход. Это будут не то, что взрослые мультики с каким-то эротическим содержанием. Нет, просто мультики на взрослую тематику. Именно на английском сегменте YouTube 3D-мультики для взрослых, то есть со смыслом, можно сказать, мультики. Там, конечно, он довольно-таки велик, конкуренция очень высокая, но я думаю, со временем, в принципе, имеет смысл, если даже оторвать небольшой кусочек от этого сегмента, более чем будет достаточно. Тем более, так как сегмент большой, то можно выходить в похожие, будут выдаваться эти видео под какими-то известными и тем самым трафик на канал будет довольно-таки немаленький. И в связи с этим, так как я буду делать мультики для английского сегмента, то, разумеется, именно поэтому канал TutorCG будет существовать. То есть мы будем делать анимацию, создавать сцены. Это, опять же, будет затронута тема моделирования, UV, возможно, даже чуть позже скультингов, ZBrush. И, в общем-то, когда вы делаете 3D-мультик, полностью компьютерная графика, то, разумеется, задействуется практически большинство функций 3D-редакторов и той программы, в которой вы рендерите, рендерить мы их будем в зависимости от формата. Если я буду делать панорамные мультики, то это, разумеется, игровой движок Unijine. Тем самым продолжится курс видео по этому движку Unijine. Если простое видео 2D, то есть, как все видео, то, скорее всего, Unreal Engine. Тем самым будет задействовано сразу два движка. А все эти сцены мы будем делать, разумеется, в Autodesk Maya. Поэтому продолжится курс еще по Autodesk Maya. Создание анимации, создание мультиков на ту или иную тему. И, в общем-то, если подытожить все вышесказанное, то необходимо набраться немного терпения и немного подождать, как только начнутся продажи вот этих вот персонажей и будет создан сайт, я более активно начну делать еще больше персонажей, чтобы добиться хотя бы 50 персонажей. И тогда уже начнутся уроки именно по компьютерной графике на этом канале. Возможно, превьюшки персонажей переедут на отдельный канал, который так и будет называться FaceRig Avatar. Так как реклама персонажей FaceRig не совсем подходит по тематику этого канала. Этот канал создан для уроков по компьютерной графике. Это просто прямая реклама магазина. Так что, возможно, чуть позже я уберу все эти видео на отдельный канал. Но, опять же, убирать это все на другой канал. На это надо время. И, в принципе, если пару раз в неделю будут выходить подобные видео с рекламой персонажей, то, я думаю, в этом ничего страшного. Так что, возможно, они останутся. Пока что я не решил. Но, так или иначе, те, кто подписан на этот канал и ждут новых уроков, вам необходимо набраться терпения и понимать, что каждый новый сделанный персонаж дает возможности продвинуться на один шаг вперед. К тому, чтобы начать зарабатывать на этом магазинчике и более активно развивать канал TwitterCG. И, кто знает, может, через год или полтора этот канал будет более известным. На данный момент здесь достаточно много уроков на всевозможные темы и они продолжатся, как только появится время. В общем-то, как вы понимаете, я не забросил этот канал. Повторю, что вам необходимо просто набраться немного терпения. Плюс к этому, когда будет создан сайт, возможно, пока что, я еще точно не уверен, будут уроки, опять же, платные. То есть, например, целый курс по Autodesk Maya, какие-то базовые уроки, либо по анимации, либо игровым движкам, как делать мультики и все прочее. Возможно, будут уроки для того, чтобы купить этот курс и посмотреть его. Но, в основном, конечно, будут бесплатные видео уроки, как и раньше на этом канале. И, примерно, два-три курса по Maya, Unreal Engine, Unijine, отдельно платные на какие-либо темы. Скорее всего, по созданию именно мультиков, а не созданию игр в этих движках. Потому что я игры, в принципе, не создаю и использую игровые движки только для рендера. И, соответственно, тема этих платных курсов будет соответствующая. Надеюсь, теперь у вас пропали какие-либо вопросы. Почему так долго не было уроков на этом канале? Что происходит? Зачем эти персонажи здесь? И все остальные вопросы, которые у вас, возможно, появились за эти несколько месяцев. На этом все. До новых встреч!